Эфир телеканала ННТ продолжит новости Дагестан. В студии была Ахмедова. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о том, что сегодня расскажу вам я и мои коллеги. Забор раздора. Чем завершилась ситуация с самозахватом парковой зоны в Буйнакске, узнаем через минуту. Труппы животных и бытовые отходы. С чем соседствуют жители Сирени-Гамьях и когда обратят внимание на их проблему? Подробнее в нашем выпуске. Лето, пляж и отдых – это не всегда только положительные эмоции. Сотрудники МЧС региона проводят профилактические мероприятия с отдыхающими. Нокауты, удушающие приемы и бескомпромиссные поединки. Лига Universal Fighters провела турнир в Дагогнях. Чем запомнился этот вечер, узнаем в спортивном блоке новостей. Забор, возведенный за ночь на территории парка в Буйнакске, вызвавший борю негативных обсуждений, можно сказать, был первым во всех лентах новостей. Недовольные самозахватом парковой зоны горожане начали снимать и выкладывать в соцсети видео с возмущениями. Вчера ночью здесь залили. Сегодня 15 июля, 2023 год. Люди тоже собрались. Сейчас здесь решаем, какие органы нам обращаться. Предыстория такая. Примерно год назад мне писал человек по поводу этой стройки, говорил, что пришли люди, замеряют территорию. Тогда он мне еще заверил, что они обращались к действующему мэру Буйнакска Нургудаеву. И он их заверил в том, что он разрешение на стройку не даст. На ситуацию тут же отреагировало руководство региона, вызвав главу муниципалитета для разъяснения причин происшедшего. Как отметил сам Сергей Меликов, разрешение на стройку было выдано аж в 2008 году. Но через несколько лет она утратила силу, а сейчас собственник пытается снова его получить. Уже ночью вся возведенная конструкция была демонтирована. Но по поручению Сергея Меликова, сегодня в администрации Буйнакска прошла рабочая встреча госсекретаря Магомед Султана Магомедова и руководителя АГИП Республики Алексея Гасанова с руководством города по разрешению ситуации. Как сообщает пресс-служба мэрии города, по итогам собрания все требования местных жителей были услышаны. Территория парка будет сохранена как зеленая зона. Рассматривается возможность создания места отдыха для горожан. Трупы животных и бытовые отходы. Несанкционированная свалка в селении Гамьях, несущая опасность как для животных, так и для людей. Жители селения обратились к управлению Ростелехознадзора о необходимости ликвидации свалки. Обнаружили мы трупы сельскохозяйственных животных. КРС, МРС, также и куры. В приказе Министерства средств хозяйства РФ номер 626 четко указано, как утилизация дела биологических отходов, как их хоронить. В ходе этого исследования, проверки, были выявлены нарушения. Это нарушение административно наказано. Специалисты Госземнадзора взяли анализ почвы на наличие инфекционных заболеваний. Проба будет направлена на исследование в межрегиональную ветеринарную лабораторию. Было предложено ликвидировать данную свалку путем вывоза мусора и привести землю в первоначальный вид. Спустя время от администрации села в наш адрес поступило письмо, из которого следовало, что свалка ликвидирована, а земельный участок проведен в первоначальный вид. Однако, нашими лицами управления в июле было повторно осуществлено выезд на место, в результате которого мы наблюдаем картину, как спустя некоторое время свалка вновь образовалась. Купальный сезон в республике, к сожалению, нередко сопровождается новостями об утопающих в море и других водоемах региона. Сотрудники МЧС, в лесоспасатели всегда присутствуют на всех официально разрешенных местах для купания. Но самое главное – это не спасти утопающего, а предупредить заранее трагедию. Именно поэтому проводится регулярный инструктаж отдыхающих. Об одном из таких расскажет мой коллега Карим Гамаев. Я хочу сказать, что море тут очень красивое, спокойное. Действительно оно такое теплое, такое манящее, но очень коварное. Ежегодно в купальный сезон вода уносит в жизни десятки человек. Именно поэтому сотрудники МЧС-республики решили провести инструктаж для всех отдыхающих, чтобы предупредить трагедию. К сожалению, лето, солнце и море – это не только веселый отдых, но и порой трагедия. С начала купального сезона уже погибло 14 человек. 57 жизней удалось спасти. Именно поэтому сотрудники МЧС региона постоянно проводят профилактические мероприятия совместно с Республиканским отделением Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Мы организовали экскурсию для ярославской труппы актеров, ознакомления с спасательными инструментами и силами и средствами МЧС. Также у нас здесь присутствуют инспекторы ГИМС. Они со своей стороны будут ознакомливать детей о безопасности на воде. Будут розданы буклеты и от нашего Национального центра, также их и от инспекторов ГИМСа. Естественно, наши спасатели показывают уже наглядным образом наше оборудование. Экскурсия проводилась для приехавших на отдых детей из Ярославской школы театра и кино. Мы приехали с театральной студии. Нашей театральной студии уже 6 лет. Мы приехали сюда первый раз и нам захотели провести инструктаж по безопасности. Юным гостям нашей республики, как никому другому, нужен инструктаж правил купания. Море им доводилось видеть нечасто. Что требуется на пляжу, как вы считаете? Буки для чего созданы? Наши инспекторы ГИМС не заплывают. При холодной воде, при штормовом ветре не купаться. Показали детям навыки спасателей. И, соответственно, мы эти мероприятия приурочили к тому, чтобы их отдых был максимально безопасен. Такие мероприятия помогают на сегодняшний день избежать трагедии на воде, связанных с детьми. Как говорят сотрудники МЧС региона, подобные мероприятия, безусловно, помогают донести до всех о важности соблюдения правил купания и помогут снизить негативную статистику утопающих. Карим Гамаев, Саид Шагидов, новости ННТ Махачкала. И к другим темам. Благотворительный фонд «Инсан» подводит итоги акции по раздаче мяса после проведения обрядов жертвоприношения в месяц Зульхиджа. Как сообщил генеральный директор фонда, в этом году 463 тонны мяса жертвенных животных было роздано малоимущим, как на территории Дагестана, так и в Мекке, где паломники имели возможность провести обряд жертвоприношения, так же, как и у себя на родине, на месте раздав мясо для всех нуждающихся. Каждый год вопрос логистики стоит довольно остро. Всегда не хватает волонтеров для доставки мяса по адресам. Тех, кто откликнулся и помог в благом деле, отметили словами благодарности. Хочу поблагодарить наших волонтеров, в частности работников газеты «Ас-Салам», которые очень подключились, честно говоря, в этом году очень вот такая слаженная у нас работа была, плюс простых волонтеров, даже бывшие сотрудники фонда приезжали, которые вот так помогали, развозили, плюс таксопарк, который нам помог. С каждым годом растет количество онлайн-заявок на жертвоприношение «Священный Курбан-Байран». Также возле мечети стоят специальные стенды, где сотрудники фонда оформляют заявки для проведения обряда. То, что в прошлом году начиналось, можно сказать, мы в этом году более усовершенствовали. Поэтому и тренд вот этот вот, то, что люди уже не едут куда-то на бойню, а непосредственно пользуются услугами, которые мы предоставляем. Даже у нас были не только с Дагестана, у нас других городов России люди, пользуясь приложением, заказывали, мы им перезванивали, получали от них намерения их и уже производили этот обряд. Поэтому я бы сказал, что мы улучшили то, что было начато. В этом году несколько организаций, обратившись в фонд «Инсан», выразили желание совершить жертвоприношение и раздать мясо нуждающимся. Также большую помощь и пожертвование совершили Сулейман Керимов, Артем Бичаев и Заур Аскендеров. Последний рейс с дагестанскими паломниками благополучно вернулся на родину. В Махачкалинском аэропорту их тепло встречали родные и близкие. Подробности в сюжете Хамзы Нурмагомедова. Эмоции счастья. Стать хажи – великая милость Всевышнего. В аэропорту Махачкалы паломников встречают родные и близкие. На святых землях Мекки и Медины. Каждый из них находился почти месяц. Все хорошо прошло. И что-то такого сложного тоже не было. Машала. Первый раз или ранее? Первый раз. Я уже 4 года ждал этого. Ахамдулля. Совсем другие ощущения. Когда смотришь на это все, словами это не передать. Невозможно его передать, брат. Невозможно это ощущение вообще. Как сказать, даже не знаю. Не грустно было покидать. Супер. Что? Не грустно было покидать. Честно говоря, конкретно грустно было. Хотелось бы еще, короче, остаться там. Дня хотя бы на 10. Нищала, еще раз поедем. Вы первый раз или ранее? Первый раз. Первый раз. Ну, хорошо получилось. Что вот запомнилось, что ли? Что понравилось? Вот атмосфера? У нас понравилось. Когда я делал дома, ничего не помнишь. Я все забываюсь. Все прошло хорошо. Отлично. Та я во всем. Кто хочет, чтобы победить. Вот там. Еще хочется. Какого вот находиться? В каком состоянии? Ой, не знаю даже сказать. В каком-нибудь раз были? В первый раз. И не хотелось уехать. Как все тут встречающие. Я тоже со Старопольского края приехал. Маму встречаю. И ничего. У меня тоже намерение есть. Хочу поехать. Я там не был. Мама ваша, мы с вами разговариваем. Она достаточно взрослая. Наверное, были какие-то переживания. Сможет, не сможет. Ну, да. Она, конечно, переживала. Возраст тоже, конечно, дает свое. Ну, получилось у нее. Смогла. Вот, наверное, на связи были. Что говорила? Не тяжело ли вообще? Ну, она говорила, конечно, тяжело, но получается. Под помощью Всевирусного, конечно, смогла все пройти. Вы даже не слышали то, что не хотелось уезжать и хочет даже вернуться. Да, она говорила, конечно. Ощущение, конечно, не передать словами. Ну, иначе хочу поехать тоже посмотреть цветные места. Надо всем попробовать. Все должны побыть. Пусть она позовет. На родину прибыл последний рейс с паломниками. Всего из Дагестана в этом году совершить хаж отправилось рекордное количество верующих. Всех обслуживала компания Марватор. Несмотря на то, что количество людей из Дагестана было рекордное. Это 11 тысяч человек. Очень большое количество паломников было из Дагестана, в целом из России. Полная кота. На наш взгляд, хаж прошел достаточно успешно. Люди довольны. Не все идеально, конечно, происходит никогда, нигде, ни в одной сфере. Где-то есть поработать над ошибками, улучшить. Но в целом, я думаю, хаж удался очень хорошо. Все прошло. Вылеты организовывались своевременно. Люди вылетали из России своевременно. Все вернулись. Как прошел хаж в этом году? Очень хорошо прошел. Все нормально. Никакой такой трудностей не было. Нормально. Все здоровые, все так хорошо приехали. Марватор очень обслуживала в этом году. Очень сильно обслуживала. Всегда замзам тоже закончили. Везде, везде автобусы. Все нормально. Очень хвалим их. Сезон хаджа в этом году подошел к концу. Однако совсем скоро начнется прием документов для совершения малого паломничества. Первый рейс на Умра из Дагестана запланирован на 14 августа. Об этом сообщило руководство Марватор. Хамз Нурмагимедов, Фаля Асхаб Магимедов, Дагубасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Дагестан – единственный регион на Северном Кавказе, где подешевела продуктовая корзина. По итогам статистики, приводимой Минсельхозом, минимальный набор продуктов обойдется жителям региона в 5601 рубль. По наблюдениям специалистов, цена за месяц снизилась на 0,25%. Самое большое повышение цен на продукты показала Кабардино-Балкарская республика, где стоимость набора повысилась на 3,82%. При этом итоговый ценник все же ниже, чем в Дагестане, составляет 5 475 рублей. И к новостям спорта. Яркие бои, 3000 активных болельщиков и розыгрыш первого чемпионского пояса. Лига Universal Fighters провела шестой крупный турнир. Бойцовский вечер прошел на главной площади города Дагестанские огни. Всего зрители увидели 13 поединков, в числе которых один титульный. Кто стал первым обладателем пояса Лиги ЮФЛ, узнаем в сюжете Курбана Рагимова. Перевод в партер, добивание и выход на удушающий прием. Две минуты потребовалось Адаму Алихасову, чтобы успешно дебютировать в ММА на глазах у родной публики. Поддержать его и других своих земляков пришли тысячи болельщиков, которые буквально заполнили центральную площадь города. Реально не мог я их подвести, потому что все близкие друзья, соседи, родственники, все горожане, все с моего города. Очень приятная такая обстановка, вообще четко. Соперник, хороший был стоечник, но, видимо, партера борьбы не хватило. А я с борьбы перешел, и у меня база борьба, греплик. И шел за счет этого и выиграл. Несмотря на то, что некоторые из бойцов дебютанты, в октагоне они показали высокий уровень мастерства. Все эти спортсмены ранее проявили себя на любительских и отборочных турнирах. Обстановка, конечно, приятная. Здесь не только женщины и мужчины, здесь и дети. Такой семейный праздник получился. Помимо профессиональных поединков мы для них сделали такой праздник, концертную программу. Жители поддерживают, граждане поддерживают как своих, так и из других городов бойцов. Система отборочных турниров у нас проходит по всем крупным городам России и за рубежом. То есть, по теме этих турниров мы отбираем лучших бойцов на местах. То есть, в дагестанских войнах у нас прошло три турнира селекционных. Вот из этих трех турниров мы выиграли где-то восемь или девять паржу. У нас южная сторона именно очень голодная. Именно к спорту, именно к ММА. У нас ждут эти турниры. Вы даже по обстановке на площади, вы, наверное, замечаете, видите, сколько людей. Здесь тысячи и тысячи людей сегодня пришли по болезни. Поэтому это растущая молодая лига. Я думаю, несколько, буквально годиков, да, эта лига многих лиг переплюнет. Потому что наша основная задача – это продвижение именно молодых, перспективных бойцов. Всего 13 поединков. Нокауты, удушающие приемы и трехраундовые бескомпромиссные битвы. Градус напряжения на площадке растет от боя к бою. Такой атмосфере позавидует любая крупная лига. В этом уверен боец в АНФСи Мансур Малачиев. Он вместе с другими титулованными спортсменами приехал поддержать своих одноклубников. На самом деле так очень много народа собралось здесь. Я сам даже не ожидал, что столько народа здесь выйдет. Я вот с начала, от начала турнира здесь нахожусь. Все больше и больше собираются. И вот интересно, конечно, не зря они приходят. Вот на самом деле наши молодые бойцы с каждым очень такие зрелищные бои показывают. В соглавном поединке вечера Тагир Магомедов одержал победу над бойцом из Молдовы. А кульминацией турнира стал бой за титул в полусреднем весе. На пояс претендовал идущий на серии из пяти побед в лиге Расул Магомедов и боец из Кыргызстана Эржан Джанибеков. Их поединок завершился в конце первой минуты, когда соперник дагестанца не смог продолжить бой после сильного попадания локтем. Наверное, смешанные чувства, да. Хотел, наверное, бой провести, продышаться, порадовать публику. И так получилось, что... Да, к сожалению, я был настроен на самый тяжелый бой, потому что, ну, все равно хотел забрать пояс в тяжелом бою. Но все равно победа есть победа. Все равно она показывает, что я достойный этого пояса. Что стоит за этим титулом? Тяжелая работа. Самое главное – это тяжелая работа. Это то, что никто не видит. Но то, что приходится терпеть. И травмы, и болезни, и тренировки тяжелые. После этого турнира Лига ЮФЛ этим летом планирует еще два крупных шоу. Поединки организуют 12 августа на главной площади Махачкалы и 27 августа в Дербенте на территории самого крупного мультимедийного фонтана страны. Курбан Рагимов, Нурмагмед Магомедов, телеканал ННТ, Дагестанские огни. Домашней ареной «Динамо» в новом футбольном сезоне будет Махачкалинский стадион «Труд». В этом году арена была реконструирована. На ней появилось новое мультимедийное табло. Вместо прежнего покрытия был постелен новый искусственный газон последнего поколения. Обновлены трибуны. Вместимость стадиона около 5600 зрителей. В отличие от предыдущего сезона, когда вход на матч «Динамо» был бесплатным, в новом же сезоне планируется продажа билетов. Стоимость составит 100 рублей в день матча 200. На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите нас также и в соцсетях. С вами была я, была Ахмедова. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин